Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Американцы привезли в США танк Т-72 и опробовали броню своего Абрамса. Танковые противостояния всегда приковывали взгляды людей, интересующихся военной техникой. Ведь у любого при упоминании бронетехники на ум приходят именно танки. Кроме того, все хотят знать, кто выйдет победителем из очной баталии. Хотели это проверить и американцы, правда в необычном формате. Для проверки брони своего основного боевого танка М1А1 Абрамс, американцы заполучили из страны СНГ танк Т-72. Стоит сразу отметить, что это танки разных поколений. Абрамс относится к третьему современному поколению, а Т-72 старичок второго поколения, причем раннего. Однако советский танк заслужил почитание в мире своими боевыми возможностями. Дабы не сесть в лужу, американцы использовали прямые выстрелы из советского танка в лобовую проекцию, где броня достигает фактически полуметра стали. Первые выстрелы были сделаны при помощи осколочно-фугасных боеприпасов. Было очевидно, что броню таким снарядом не пробить. При обычных попаданиях Абрамс лишился навесного оборудования, оптики и даже опорных катков. В реальном бою такой танк можно считать подбитым. Хотя справедливости ради, экипаж Абрамса также не дал бы палить по себе без ответа. После выстрелов из 125-мм пушки фугасами в ход пошли бронебойные снаряды. Пробить лобовые бронелисты Абрамса действительно сложно. Как и у большинства танков в мире, они крайне мощные. Однако один из выстрелов Т-72 рикошетом от брони угодил в промежуток между башней и горизонтальным листом под ней, при этом пробив его и вызвав пожар внутри танка. Это крайне удивило американцев, ведь они явно ожидали совершенно другого результата, который должен был показать тотальное преимущество, пусть и перед устаревшим танком, который стоит на вооружении России. Однако у РФ модифицированные модели, которые эффективнее привезенного в США экземпляра. Если бы американцы хотели действительно проверить броню своего танка, надо было для справедливости производить выстрелы также по боковой части и корме. Однако это американцы сделать побоялись. А как вы считаете, какой танк одержал бы победу в реальном бою? Напишите свое мнение в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.